Я уж вас немножко сразу же помочу. Следующий доклад – комбинация резекционных и локально-деструктивных методов при лечении локачественных образований печени и первичного рака печени и метастатического. Методов локальной деструкции на самом деле не так уж и мало. Они имеют право все на жизнь, уже прозвучало сегодня. Мне нужно сразу же, потому что сегодня уже были вопросы, ни один из методов локальной деструкции никаким образом не влияет на развитие самого опухолевого процесса. Как бы мы ни хотели, влияет совокупность. И теперь, допустим, моя точка зрения уже четко определенная, любой метод локальной деструкции, их комбинация ли, это компонент комбинированного вмешательства на рак у конкретного пациента. Это конкретно рак у конкретного пациента. Говоря о методах локальной деструкции, стоит остановиться на том, как же происходит воздействие. Вот самое главное, чтобы была приближена к округлости сфера воздействия, вот это вот введение танолого спирта. Вот он, кругляшок появляется. К ним более приближен к риодеструкция, возможно, больший охват, но это схема. Вот пресловутая РЧА, вот эта боксерская перчатка, это так они указали, это схема фирмы-производителям. Вот если будет приближать к раку, к опухоли сосуд, вот область вокруг сосуда не будет обработана. СВЧ, также такая вытянутая штука, но это вот новое ноу-хау, пока мы с этим не работаем, не буду отвечать. Но, в общем, почему и нужно при РЧА возможность применения с разных точек воздействия, как и при СВЧ. А вот крио и введение танола, вот они, вот эти кругляшки, которые могут прикрыть раковую зону. Схематически колоректальный рак с метастазами в печень. Все эти данные всем хорошо известны, далеко не все пациенты, даже при выявлении первичного ЧГ в печени, могут быть прооперированы. Кому повезло, когда еще можно ухватить, выполнить резекцию печени, когда еще нет метастазов печени на момент удаления первичного ЧГ в кишке, но не значит, что они не появятся на завтра или послезавтра, даже на фоне соответствующей химиотерапии. А нижний ряд, это вот и есть на всех этих этапах, уже даже после выполнения резекции, после повторной резекции. Это и есть зона применения одной из методик локальной деструкции, в данном случае мы говорим про РЧА. Это европейские рекомендации уже по применению первичного рака печени. Если вот локальная РЧА и введение этанола уже как бы вот считаются соответствующим уровнем доказательной медицины, имеют право на жизнь, то вот по данным европейских специалистов, которые вот давали эти рекомендации, методы, включая микроволновую и криоабляцию, пока находятся в стадии только изучения. Это данные многоцентрового 11-летнего исследования результатов применения криодеструкции по поводу метастазов колоректального рака. Как видите, все методы локальной деструкции, изолированных применений, имеют право на жизнь. К сожалению, здесь не указано, проводилась ли химиотерапия, не проводилась. Я думаю, что проводилась. Давно уже никто не считает отдельное влияние каждого из методов деструкции. Почему вот здесь 29% осложнений криодеструкции? Да потому что приборов много, совершенно разные газы применяются. Считается, что лучше жидкого азота ничего нет. Допустим, многие там вот то, что используется, кроме питерских приборов, о которых Георгий Георгиевич рассказывал, то, что применяют, допустим, китайцы и американцы, когда вот для ческожного вмешательства тонкие иголки, тонкие зонды, тонкие активные электроды, по-разному их можно назвать, где применяются инертные газы, не достигается там соответствующая температура, и поэтому, наверное, в том числе и поэтому такое большое число осложнений. Показания проведению практически всех методов локальной деструкции это выражено цирротическое изменение печени, когда операция не может быть выполнена. Это низкий функциональный резерв печени, когда любая резекция, в общем-то, ведет, как минимум, приведет к гибели больного, когда нельзя человека оперировать. Это когда множественные белобарные поражения, когда, предполагаемо, если удалить всю печень, то печень-то и не останется, если удалить все метастазы. Это выраженная экоакулопатия, в том числе и после проведенной химиотерапии, и тяжелые сопутствующие заболевания, когда пациент не может вынести наркоз или самобъем вмешательства. Противопоказания. Их не так уж много. Это наличие у пациента искусственного водителя ритма с полиуретановым покрытием электродов. Это относится к радиочастотным воздействиям, в первую очередь. Это прорастание, тесный контакт с магистральными крупными сосудами на протяжении или к полым органам, и диссеминация опухолевого процесса. До операционного обследования. Чем больше, чем всеобъемлющие мы обследуем больного, тем будет легче, потому что, допустим, ческожно-то это одно, а если мы идем уже на открытую операцию с целью применения одного из методов локальной деструкции, то чем мы столкнемся, неизвестно. Поэтому вот из опыта, чем больше можно собрать данных обследования до, тем будет лучше. Ну и как наглядный пример, это данные КТ, и с 2001 года, наверное, институт, по крайней мере, в России точно был пионером, с этой точки зрения. У нас появилось такое понятие впервые, уже выполнено было в 2002 и 2003 году две эдотерские диссертации, когда у нас появилось понятие 3D-реконструкция. Потом, чуть позже, появилось понятие виртуальная хирургия, с чем мы продолжаем заниматься, оттачиваем. Вот один из примеров, когда мы видим на основании обследования, пока это не очень понятно, как что это делается, а при дореконструкции, хотя там еще и крутится, со всех сторон можно поменять плоскости, здесь уже четкие показания. Вот появился очаг, и пока не очень понятно, что с ним делать. А вот если вот покрутиться, со всех сторон посмотреть, отходит очаг от сосудов, то есть это гемогипотектомия и возможность локальной деструкции вот этого остающегося очага. Возможность комбинации различных методов локальной деструкции, она известна, все это давно и всеми применяется, по крайней мере, мы это применяем довольно давно. И теперь, что касается каждого конкретного метода деструкции. Радиочастотная облица 2001 года, 454 сеанса, в том числе чрезкожно, основная масса у нас больных идет чрезкожно, это легче для пациента, удобнее, уже отработаны все методики, 292 открытая РЧА, в ходе лапаротомии, 42, резекция печени, дополненная РЧА, то, что остается в остающейся паранхемой печени, 62, ну и сама по себе резекция печени уже с применением РЧА, 58 таких вмешательств. Это первая операция, по крайней мере, в России, применение радиочастотной обляции, оперирует Владимир Саныч Вишневский, в то время директор института Владимир Дмитриевич Федоров стоит за спиной, это самая первая операция, ну вот так примерно это было, сначала сожгли, а потом попытались отрезать. Как это выглядит, если сравнить данные, почему уже, в самом деле, у нас уже давно мы этим занимаемся, уже давно пропагандируем, у нас без ультразвука ничего, просто так не делается. Вот так это выглядит по УЗИ, вставляется само образование, вставляется игла, как это выглядит на срезе, начинается воздействие, вот оно первое, получается облачко в дистальной части, вот начинается обработка, начинается обработка максимальной части, потом с таким характерным щелчком, чпоканем идет слияние этих двух зон, и вот уже идет сама, прошу прощения, сама деструкция образования полностью попала. И мы смотрим, перекрывается или не перекрывается, по крайней мере, по ультразвуку. Ультразвук – это субъективный метод, здесь нельзя посчитать, насколько перекрывается, чуть датчик в сторону, да, возможно, нет, но по крайней мере, в руках специалиста, мы считаем, что по крайней мере, это можно усмотреть, уследить. Более объективный метод. Вот узел до воздействия данной МРТ после. Мы начинаем делать МРТ-контроль первые сутки при любом вмешательстве, при любом локально-деструктивном методе. После первых суток уже нет смысла, потом нужно будет ждать около трех недель, пока не развился интерстициальный отек печени, вот здесь нужно успеть поймать и посмотреть. И потом методов совмещения, вот очаг, вот зона деструкции. Вот здесь мы считаем, что это РЧА полное, все попало. При этом, что у МРТ нет дозы облучения, достаточно только одного режима, когда у нас есть предварительные данные, мы не используем всю возможную линейку данной МРТ, используем только один режим и тестировать, это очень быстро, буквально 5-7 минут. И хорошая визуализация. Канала от проведения электродов. Это литературные данные, как видите, сама по себе РЧА имеет право на жизнь, есть достаточно пятилетняя выживаемость. Это наши данные. 25% живут 5 лет. Не так плохо, но хотя и стремится, последующие данные должны быть лучше. Мы провели такое исследование, сравнили данные резекции и РЧА в зависимости от первой операции на печени. РЧА и резекция. Разницы нет. От первой резекции печени повторно, либо резекция, либо РЧА. Разницы нет. Оценка выживаемости от повторной операции, РЧА или резекции. Разницы нет. А вот если уже на оперированной, или уже облированной печени выполнить резекцию в объеме не Р0, а что-то оставив, когда заведомо идем не на Р0, а резекцию, или выполнить чрезкожное просто РЧА вмешательство, вот здесь разница есть. Лучше делать РЧА чрезкожное, чем повторную резекцию и сомнительно оставлять край. А печень-то уже проперирован, не так это просто. Поэтому есть и смысл. Возможно, варианты. Криодеструкция. Это конец XIX века. Известная монография, известная, извините, гравюра, которая хранится в Лондоне, больной, психически больной, которого лечат холодом. В то время было очень выгодно, особенно в Европе, процветало лечение холодом. А примерно в это время вот такая статья в российской газете «Русские ведомости» собираются средства для создания криолабораторий. Я думаю, что не так много в то время вообще в мире было криолабораторий, но вот в России в то же время примерно уже деньги под нее собирались. Это наши аппараты, с которыми мы работаем для выполнения криодеструкции. Но вот наш скромный опыт при операциях на печени 70 криодеструкций, привычный рак печени 20, метастазы 50, резекция печени 28, при метастазах 22 и при первичном раке 6. Лучше, если можно выполнить удаление патологического очага, соответственно, ну хотя бы Р1, нужно выполнять резекцию. Мы выполняем криодеструкции, когда нельзя по каким-либо причинам выполнить удаление патологических очагов печени. Ну, опять же, Борис Ильич Альпирович, о ком я сегодня уже говорил, этого человека нельзя забыть. Мы все считаем его своими учениками. И говоря о криодеструкции, нельзя забывать еще, на мой взгляд, очень такого для меня важного человека. Я с ним неоднократно общался, так мне повезло в жизни. Это Саня Асумида, который считается основоположником теоретического обоснования применения криодеструкции. Вот из того, что бы я рекомендовал, по крайней мере, как я говорю студентам, это использование именно жидкого азота, не позволяя раковым клеткам распространяться не через какую ткань человека. То есть применение жидкого азота блокирует раковую клетку. А применение криодеструкции, особенно с применением жидкого азота, стимулирует собственные защитные силы организма, которые еще и можно и стимулировать. Особенно теми препаратами, которые применяются при применении химиотерапии. Что, в общем-то, и применяется, это данные фуда госпиталя, это китайские данные. Если использовать при лечении колоректального рака одну иммунотерапию, такие результаты крио, такие, а если сочетать крио с иммуном, то, в общем-то, уже эффект гораздо больше. Но это, по крайней мере, то, к чему мы стремимся. Мы только начинаем вот это все использовать, что будет, пока неизвестно, посмотрим. Это литературные данные применения криодеструкции при первичном раке печени, при метастатическом раке печени. Но это наши данные при гипоцеллюлярном раке и метастазах, здесь посчитаны только колоректальные метастазы. Тоже есть чему стремиться, далеко не абсолют. Хотелось бы эти результаты, конечно, улучшить. Микроволновая абляция у нас не такой уж большой опыт, 18 вмешательств, из них резекция с применением микроволновой абляции по типу а-ля хабиб, как мы называем методику, их еще 6. Вот данные резицированной печени, это литературные данные применения микроволновой абляции при гипоцеллюлярном раке, но это наши данные. Поскольку не так уж много, то не такие уж и плохие результаты, пока не очень понятно, но методика имеет право на жизнь. Лазерная деструкция, всего 4 вмешательства у нас, пока нам это не очень, по крайней мере, мне это нравится. Вот применение правой гемогипотектомии, после того, как мы выполнили, как бы фирмы не рекламировали, вот она, полосочка, вот то, что мы жгли с присутствием представителей фирмы, инженеров, вот это вот метастаз, вы сейчас все сожгете, сейчас все уберете, вот она только что получилась, мы сожгли, а вот это опухоль, как была, так и есть. То есть, пока вот больше разговоров, наверное, чем результаты при применении лазера. Адекватность, как я уже сказал, УЗИ показывает осложнение, КТ, да, можно увидеть, вот он очаг, и только МРТ, по нашим данным, может показать, насколько адекватно было вмешательство. Сочетание двух методик, можем применять криодеструкции, как аппликатор, это Елатьма, Еламед 0,1, и пористопроницаем одномоментно, чтобы не терять время наркоза в человека 1, это данные МРТ у этого больного после вмешательства, зона перекрыта. Сочетание, резекция печени, применение и РЧА, и криодеструкции, то, что вот за раз уже нельзя удалить, то, что поверхностно и даже около сосудов, в том числе, и мы применяем криодеструкции, то, что в глубине и подальше от сосудов применяем РЧА. Это вверху, то же самое внизу, вот схема операции, это карциноид, тощая кишки, была выполнена правая гемогипотектомия, вот два образования. То, что в глубине вот здесь это РЧА, то, что более поверхностно и около сосудов, здесь крио. Еще одно сочетание, эпителеоидная гемангиодотелиома, не очень часто встречающаяся патологическое образование у молодой женщины. Вот такая операция была выполнена, правая гемогипотектомия из экта третьего сегмента печени, два очага были подвергнуты крио-воздействию и плюс еще крио было сделано по срезу резекции. Вот это удаленные макропрепараты. Следующий пример метастаз колоректального рака, тоже правая гемогипотектомия была выполнена в 2014 году, потом сеансы полихимиотерапии, извините, не правая, левая гемогипотектомия, а тогда была гемогипотектомия в 2014 году. Через три года уже метастазы в печени, вот то, что представлено, была выполнена левая гемогипотектомия резекция седьмого-восьмого сегмента в печени, вот они очаги, макропрепарат. Больная обрадилась в 2018 году по поводу прогрессирования, несмотря на соответствующую химиотерапию, пациентке 28 лет было на момент обращения в 2018 году, прогрессирование, новые метастазы, данные КТ, ПЭТ-КТ, была выполнена резекция восьмого сегмента РЧА и криодеструкция метастазов, которые оставались, вернее, проявились в седьмом-восьмом сегменте печени. И вот так эта картинка выглядела через два месяца после резекции печени и локальной деструкции тех очагов, которые оставались. сочетание криодеструкции и РЧА всего у нас без резекции, просто сочетание двух методов локальной деструкции в семи наблюдениях. Вот один из примеров здесь представлен. МРТ до операции МРТ после. Еще один пример гипоцеллюлярный рак четвертого сегмента печени на фоне выраженного цирроза печени. Еще и выраженная кагулопатия, человек был на плавиксе, большая проблема с сердцем, стояли стенты, отменять плавикс нельзя, на вторые сутки тут же появляются загруденные боли. Что в данном случае делать? Вот данные с КТ и МРТ до вмешательства. Вот так это выглядело на операции. Первым этапом вокруг РЧА, а потом заморозили. Прошло полтора года, человек жив. Даже клинические проявления со стороны сердца и семические боли в сердце стали меньше. Микроволновая абляция РЧА всего в трех наблюдениях применяли одномоментно, когда, по крайней мере, по данным фирм-производителей, что микроволновую абляцию можно делать около крупного сосуда и ничего страшного не случится. Не очень у нас это получается, несмотря на уверение фирмачей. То, что находится около сосудов, также и остается. Микроволновой деструкции это не убить. Вот один из примеров. Вот то, что мы сделали, это до, это после. И вот, несмотря на микроволновую абляцию, вот он участок остался. Прямо на сосуде. Не убить его. Даже микроволновой абляции, к сожалению. сочетание применения радиочастотной абляции и алкоголизации, введение этанола, 14 наблюдений, возможно, введение этанола и позже. РЧА плюс введение этанола также вот у нас есть такие наблюдения, данные МРТ до и после. Пути улучшения этих результатов, чтобы получить более лучше у таких пациентов, когда вот нельзя сделать резекцию по разным причинам, а человеку хочется помочь и нужно помочь, это все-таки вот мы считаем тщательный отбор больных, соблюдение протокола проведения вмешательства, протокола введения больных после операционного периода. Это обязательно работа команды подготовленной, которая знает под что заточена их работа, это применение современных технологий, ну и всякие различные комбинации применения и методов локальной деструкции, любые другие идут только на пользу больным, за этим пока будущее. Всем больным в последнее время проводится одевантная химиотерапия, которая в 20 случаев была заполнена химиоэмболизацией, поэтому все данные, которые представляются на сегодня, это не результаты крио-деструкции, не результаты локальной деструкции любой, это уже результат применения комбинированного лечения, поэтому эти больные и живут. И, наверное, вот, насколько я себе представляю, крио-деструкция, да, проходит конференция, радиочастотная абляция, да, проходит конференция, сейчас уже нужно говорить о применении локальной деструкции, каждая методика это составляющая, и на фоне химиотерапии это, да, это уже получается мощное оружие, которое мы можем гордо нести вперед и воевать за будущее наших пациентов. Ну и методы локальной деструкции имеют право на жизнь, возможно, как-то еще протянуть, если нельзя сделать резекцию метод локальной деструкции не совсем хороши, это можно считать как бридж, как мостик перед пересадкой печени. Методы локальной деструкции позволяют сохранить больший объем, особенно при компрометированной печени, после химиотерапии, но необходим соответствующий контроль в ходе интро- и после операционного ведения пациентов, химиотерапии она обязательно ни один из метод локальной деструкции до конца вылечить рак не может. Говоря о печени, стоит забывать, что это уникальный орган, в котором есть и первичный рак, и в первую очередь там появляются все метастатические очаги, поэтому обращаясь к печени, всегда, пожалуйста, будьте наготовы. И работать нужно подготовленной бригадой, которая понимает, что мы хотим сделать, как мы хотим сделать. Вот с тех времен 17 века мало что изменилось в подходе. Всегда нужна бригада, нужны коллеги, которые знают, как, что, где и куда. Спасибо. Продолжение следует...